качество продукции у моих знакомых у гусевых немец из берлина жил комнату снимал почти два месяца прожил и не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство а настоящий германец из берлина по-русски не зуб ногой с хозяевами изъяснялся руками и головой одевался конечно этот немец ослепительно белье чистое штаны ровные ничего лишнего ну прям гравюра а когда уезжал этот немец то много чего оставил хозяевам цельный ворох заграничного добра разные пузырьки воротнички коробочки кроме того почти две пары кольцом и свитер почти нерваный а мелочей разных и не счесть и для мужского и для дамского обихода все это в кучу было свалено в углу у рукомойника хозяйка мадам гусева дома честно ничего про нее такого не скажешь намекнула немчику перед самым отъездом дескать битты-дритты не в попыхах ли изволили заграничную продукцию оставить немчик головой легнул дескать битты-ритты пожалуйста заберите об чем разговор жалко что ли тут хозяева и налегли на оставленную продукцию сам гусев даже подробный список вещам составил и уж конечно и дело сразу свитер на себя напялил и кольцом и взял после две недели ходил с кольцом и в руках всем показывал невозможно как гордился и хвалил немецкое качество а вещи действительно были хоть и ношеные и вообще говоря чуть держались однако слов нет настоящий заграничный товар глядеть приятно между прочим среди оставленных вещей была такая фляга не фляга но вообще такая довольно плоская банка с порошком порошок вообще розовый и мелкий и душок довольно симпатичный то ли лариган то ли роза после первых дней радости и ликования начали гусевы гадать что за порошок нюхали и зубами жевали и на огонь сыпали но угадать не могли носили по всему дому показывали вузов сам и разной интеллигенции но толку не добились многие говорили будто это пудра а некоторые заявляли будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся немецких ребят гусев говорит мелкий немецкий тальк мне ни к чему только что родившихся ребят у меня нету пущай это будет пудра пущай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать надо же культурно пожить хоть раз в жизни начал он бриться и пудрится после каждого бритья ходит розовый цветущий и прямо благоухает кругом конечно зависть и вопросы тут гусев действительно поддержал немецкое производство много и горячо нахваливал немецкий товар сколько говорит лет уродовал свою личность разными русскими отбросами и вот наконец дождался и когда говорит эта пудра кончится то прям не знаю как быть придется выписывать еще баночку очень уж чудный товар прямо душой отдыхаю через месяц когда пудра подходила концу пришел в гости к гусеву один знакомый интеллигент за вечерним чаем он и прочитал банку оказалось это было немецкое средство против а разведения блох конечно другой менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством и даже может быть у менее жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности но не таков был гусев вот это я понимаю сказал он вот это качество продукции вот это достижение это действительно не переплюнешь товар хочешь морду пудри хочешь блок посыпай на все годится а у нас что тут гусев похвалив еще раз немецкое производство сказал тот то я гляжу что такое целый месяц пудрусь и хоть бы одна блоха меня укусила жену мадам гусеву кусают сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся собака нинка тоже скребется я знаете хожу и хоть бы что даром что насекомые но чувствуют шельму настоящую продукцию вот это действительно сейчас порошок у гусева кончился должно быть снова его кусают блохи михаил зощенко 1927 год